И снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Друзья, перед началом просмотра поддержите наш канал подпиской. У нас есть цель набрать 10 тысяч подписчиков до конца этого месяца. Мы идем к этой цели. Ролики у нас тут выходят абсолютно каждый день, поэтому подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ведь только в таком случае YouTube будет присылать вам все оповещения о выходе новых видосов. И в таком случае вы точно ничего не пропустите. Цель видео набрать 300 лайков. Большое спасибо всем, кто уже подписался на наш канал. Ну а мы начинаем. Известный тренер Андре Розье убежден, что у абсолютного чемпиона мира в автором среднем весе Сауля Альвереса практически нет шансов на победу. В потенциальном реванше с владельцем титула WBA Super и IBO в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом. Я бы не отдал Канелло преимущество, даже если бы они дрались в среднем весе и оба были бы средневесами. Бивол просто слишком хороший техник на ринге. И у Канелло ни за что не получится его победить. Я думаю, что второй бой будет еще более односторонним. Вот, например, Гильберто Рамирес много говорил перед боем, но не воспользовался своим шансом. Его сводили в школу. Бивол молот, сказал Андре Розье. Сауль Альварес получил неутешительный прогноз на реванш с Биволом. Генеральный директор промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби сделал свой прогноз на потенциальный матч-реванш между мексиканцем Саулем Альваресом и чемпионом мира WBA Super и IBO Дмитрием Биволом. По словам Эллерби, Канелло не сможет победить Бивола, даже если их второй бой пройдет в весовой категории мексиканца. Второй средний. Нет, Канелло не сможет победить Бивола. Во втором среднем весе Канелло тоже его не побьет. В стиле делают бои. Что бы ни делал Альварес, Бивол большой и мощный. Он не будет просто стоять перед ним. У Бивола есть опыт, чтобы понимать все уловки Канелло. Он воспользовался таймингом. У него также хороший джеб. Бивол более крупный и мощный боец. Канелло пытался сократить дистанцию, что мы видели от него с другими бойцами. Есть определенные стили, которые создают проблемы определенным боксерам, сказал Эллерби. Ну а бывший чемпион мира в полусреднем весе из Мексики Антонио Маргариту дал свой прогноз на реванш своего соотечественника Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола. Что теперь делать дальше Канелло и что бы я сделал на его месте, говорит Антонио Маргарита. Если бы я был на его месте, я бы спустился во второй средний вес или средний вес. Во втором среднем много больших имен. Кстати, Бен Авидис просил поединок. Если бы я был Канелло, я бы точно спустился ниже, и Бен Авидис был бы отличным боем, говорит Антонио Маргарита. Ну а что касается реванша с Биволом, я бы не выбрал этот вариант, если бы я был Канелло. Потому что вы видели, Сауль ни разу не потряс Бивола. Поэтому результат будет таким же. Это на мой взгляд. Кто-то говорил, что если Канелло сто раз подерется с Биволом, то будет то же самое. Вы знаете, Канелло невысокий парень, им нужно смотреть в сторону среднего и второго среднего дивизионов. Сделать первый средний, думаю, будет слишком сложно, но вот в среднем и втором среднем весах точно много больших имен. Вот и все. Теперь Бивол знает, что Канелло может принести в ринг, поэтому... Точно верю, что даже во втором среднем весе результат будет таким же. Сказал Антонио Маргарита. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комментарии, как считаете именно вы. Если матч-реванш все же состоится, то кто же в нем одержит победу? Дмитрий Бивол или Сауль Альварес? Напишите ваш прогноз в комментарии, мне будет интересно прочитать. Ну а с вами, как всегда, был бойцовский канал ВУДАРе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх. Продолжение следует...